Сейчас я что хотел рассказать, показать, с чем мы начинаем. Есть стена, мы ее грунтуем универсальной грунтовкой акриловой. Надо было музыку выключить, ну ладно. Второй момент, уголки проходим вот таким шпателем. Вот таким образом. Взяли небольшое количество материала. Оно вот так видно. Да, я уже название определился. Будет миланская штукатурка. Ее можно даже... Миланская уже была. Верийская. Верийская штукатурка. Так вот наша получается штукатурочка верийская. Верийцы такие были, ребята. Верийская штукатурка. То есть она по технике похожа на марокканская, монтерейская. Но тут есть один определенный будет ход, о котором мы с вами поговорим. Значит, уголком мы прошли. Потом, чтобы не было от уголка такой полоски... Получается такая она грубоватая. Ну и шпатурком это делаем. Оставляем уголок, да, не тройку. Значит, по материалу что это? Это у нас авторская уже сказала, да, штукатурка. Мы на основе сделали модельной массы акриловой, да, спаклевки финишной. И... Что мы туда... Песочек. Песочек такой авторского... Фамильного интерьера. Он даже больше похож такой на глину, наверное. Песочные такие частички глиняные. Ну, очень-очень мелкие. Там получает рефракция такая, ну, как пудра, наверное. Ну, вы можете использовать опять для своих модельных масс, авторских, можете использовать тоже песок речной или овразный, да. Взяли его просеяли. Вот через москитную сетку или через маглию. Или через просто ситы для муки. Вот. То есть и вам понадобится на 10, может быть, килограмм. Ну, может быть, килограмм этого песочка. То есть это не так уже много. Соотношение 1 к 10, вы можете смело... Здесь, конечно, чуть больше. Здесь где-то 1 к 4, ну, так, как это хотел. Мелкий. А вы можете начинать. 1 к 10, чтобы был... Зачем нужен песочек, чтобы вытащить на толщину. Ну, сейчас я покажу на толщину материал. Чтобы определенно была толщины самопокрытия. Значит, здесь мы уже пойдем таким путем. Мы не будем... Не будем ложить подложечный слой этим же материалом, модельной массой. А сразу пойдем по стене. То есть вот, собственно, это без песчанина. Отгрунтованная унистальная грантовка. И к ним мы пойдем уже рисовать. Вот. 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 Вот мы уголок от... Можно так назвать, оттянуем. Да. Вот у нас готов. Теперь что мы проходим? Проходим по верху. То есть, зачем мы это делаем? Получается, для того, чтобы была цельная картина, нам нужны, чтобы и углы, да, и примыкания там были без ракушек. Вот вы видели, да, здесь ракушки. Вот. Вот эти ракушки. Видите, что на уголках этих ракушек не должно быть. Тогда будет ощущение, что вот ломаный угол. или вот здесь тоже, чтобы не было ракушек. Поэтому мы вот эти все места мы сразу же оттягиваем материал, ну, наносим материал. И тогда у нас примыкание получается ровненькое. Так, напомню, что мы работаем в технике, да, там, как марокканское, да, марокканское, что-то только как. Сейчас я возьму материалчик. Следующий маневр. Вот мы взяли материал, да. Можем этим. То есть вот так. Взяли материал и наносим вот таким вот движением. да, чтобы вас там не смущали. Ну, что там получается. В модельной массе присутствует кварц, да. Частички более крупные, более-менее. Разложим его вот таким образом. Здесь еще не спотяну. Что здесь нужно отметить. Вот оно получается, как мы говорим, такие кляхточки. Эти кляхточки. Вот вы их положили и потом растягиваем там. Убираем внешние на толщину тех, ну, той фракции, да, которую, будем говорить, если у вас песочек крупный, значит будет расход больше и толщина чуть больше. Здесь у меня мелкий песок. Поэтому здесь получается такая минимальная толщина. Вот мы делаем такие вот рисунки. Значит, что здесь? Вот нам нужно сделать островочки. Этот островок у нас слишком большой. Значит, что мы его делаем? Вот это пополам. Делаем меньше. Этот островок мы тоже его. Делаем меньше. Этот островок. То есть, вот получается, большие островки мы соединяем между собой. И будем добиваться такого результата, как мы уже вам показывали. Дальше. И соединяем вот таким вот таким вот шпателёчком и между собой соединяем. Но опять-таки оставляя, например, большую мы делим пополам. Потом эту мы можем ещё раз разделить пополам. Вот таким вот. И таким образом у нас получатся пятна или кляксочки определенного размера, который нас устраивает. И определенного, как я могу называть это? Это не шахматный порядок, но во всяком случае равномерно они будут распределяться. Что не получится так, что тут у нас будет их густо, там они будут более большие, тут менее большие. Вот таким образом мы можем регулировать рисунок. Тоже пускай вас не смущает, что первоначально она выглядит... Сейчас мы подсветку сделаем. Не очень. Сейчас покажем, что в начале получается. Вот такое вот недоразумение. Но последовательность. Будем потихоньку подходить, подходить к ней и посмотреть, какая получится у нас красота. Главное, чтобы вы понимали, что с первого раза у нас даже при большом желании не получится. Будем подходить к стенке столько, сколько она... Насколько будет нужно, пока мы не добьемся того желаемого результата, который мы задумали. Что здесь было такого, как для меня, новенького. Здесь я не буду использовать валик, чтобы мочить материал, а буду его сразу заглаживать. То есть вот эта модельная масса, которую я поделил, авторская штука тут тоже она позволяет. Потом в таком ключе с ней работать. А вы уже смотрите по необходимости. Будет такая необходимость, что можно будет смочить. Смочите. И потом будете заглаживать. Это мы уже тогда, когда мы уже рисунок сделали. То есть нас оно уже удовлетворяет. И тогда он перестанет браться к рукам. Тогда возьмем валик. Валика намочили. И тогда заглаживаем. То есть верхушки подмокнут. И тогда заглаживаем, выравниваем. Не в моль, а именно в площадке выравниваем. Здесь мы мочить не будем. И мы эти площадки будем делать другими образом. Наберитесь терпения. Значит, что здесь? Площадочки, ну вот эти рисунки вроде как мы сделали. Здесь нас уже более-менее удовлетворяет густота этих кляксочек. Теперь мы наносим на ракешек. Наносим на ракешек. Сейчас я вам покажу. Под свечу. Ну вот у нас, например, есть рисунки. Пусть мы наносим определенный, где мы его наносим. Нас интересует, например, вот здесь, да? Прожилочка такая не очень удачная получилась. Вот так мы ее. Или смотрим, где еще. Вот здесь, да? Мы очень удачно все добавляем. Здесь у нас много материалов. Все мы здесь добавляем. То есть пока материал в рабочем состоянии, то есть он позволяет моделировать, лепить. Вот этим свойством этого материала мы сегодня и воспользуемся. То есть я уже назвал, что это очень похоже на глину. То есть можно сказать, что мы так занимаемся подделкой на аппликации. Модельная масса у нас как глина. Мы будем как горшечники. Значит, что там еще есть момент один. Там есть такой фокус, пока она еще, как я уже сказал, оживая, то может быть будут оставаться такие, вот здесь украпления есть большие, да? Фракции крупные. Вот тоже вы особо там не зацепляетесь на этом. Ну если там у вас и попадется там, если все эти песочки попадут, то вот более крупные фракции. При дальнейшем нанесении вот этот, например, первый слой, ну назовем его условно, да? Он чуть прихватится и когда мы будем наносить на него еще один слой, то вот эти уже крупные украпления, они будут... Можно так вдавливаться, да, вот в этот первый слой, и их не будет видно. То есть вот, например, начальное, да? Мы убрали грубые такие переходы, более-менее выровняли по цвету или по рисунку. Стеночку и можем дать ей какое-то время там... Опять, это же фрагмент у нас, да? Сколько там, полтора квадратых метра? Здесь у нас, например, вот такая большая стенка, покажу. Вот там, понятно, тоже будем делать фрагментами, да? Сделали там фрагмент по диагонали и дали ему. Пока будем следующий фрагмент делать, то может быть этот уже фрагмент. Опять, как сказал, по диагонали. Справа начнется угла. С этого угла. И на 2 шильные шпатели. То есть идёте. У вас будут, если будут какие-то примыкания на стене, то они будут считаться более природным. Правильно? Так, пока мы сейчас нанесём ещё вот на эту стеночку. Покажу ему такую, сейчас маленькую покажу. Но когда мы соединяем, то уже мы где-то должны приставлять, какие у нас будут вот эти островки. Да? То есть это близко, вот, помните, я вначале говорил, что вот, как мармарин, травентин. То есть это вот с той, если мы видели травентин, материал, да, такой переходный между известняком и мрамором, то у него есть такие ракушки. То есть он не идеально ровный, с такими ракушками, то есть с рытвинками такими. Вот эти рытвинки мы пытаемся. То есть они могут быть больше, могут быть меньше. Но всегда они должны быть такого, более природного. В ванной реке края не было где-то низко переходов. Прямых таких. То есть здесь мы решили, что они у нас будут небольшие. на что здесь вот в этом этапе важно обращать внимание, что всегда вы материал можете добавить. Всегда. То есть главное не оставить, ну, много не положить. То есть лучше подойти еще раз и еще раз, чем вы нанесете много материала и не знать будете, что с ним делать. Вот, например, у нас это, такой слой готов. И теперь можем вернуться к первой стенке. Вот, что за это время пока мы делали эту. Она уже успела, да, немножко прихватиться. То есть уже к рукам она не берется. И теперь мы наносим материал там, где нам хочется исправить какие-то там недочеты. вот тут, например, был у нас пропуск. Ну, вот здесь вот небольшой пропуск. То есть это уже был такой... выходит, как я говорю, уже на финишную прямую. Вот этот слой, который сейчас я делаю, уже будет как финишную. И мы поправляем код рисунок, да, тем любые там недочеты, которые у нас были на условном, да, первом слое. И мы подложишь на свой. То есть материал наносим вот таким уже образом, как это мы делали там. Варакешек. Чтобы вы понимали, вот такое, что это за движение. Вот оно получается. Вот это вот такие вот. Вот мы берем леопарды. Вот такие вот. Вот такие вот. Вот с недвижением мы наносим материал и вот на нашу. Сейчас расскажу вам уже. Буду подсвечивать и наносить. У нас уже есть подложичный слой. Если попадается на втором слое, вот такие называют эти песчиночки, то они сразу топятся в первом слое. Подложичный. И уже нам не вызывает такого дискомфорта. Они уже не пишут так сильно. Чем хорош этот способ, ну, как для меня, да. здесь получается мы уходим от, ну, что мы не можем подложку. Потом ждем, пока она высохнет. Потом ложим второй слой. Идем тоже потом, потом прихватится. Потом ложим еще третий. Здесь мы практически все эти операции, да, мы немножко упростили в том плане, что мы не делали, да, там подложичный слой, так как, ну, не перетягивали сплошную. Как это мы делали? Немножим. А сразу же готовую стену ложим. Уже сразу высыхает. Второй момент. За счет того, что стена еще, такая, мы говорим, живая, материал еще податливый, мы можем его исправлять так, как... Как считаем? Довольно. Вот то, что мы раньше делали, да, мы там ждали, пока он прихватится, станет, перестанет браться к рукам, потом брали, мочили его. Вот сейчас я от этого, ну, именно в этом случае, на этом заказе, и от этого оставил. Не буду здесь мочить. А сразу же, да, не дожидаясь, пока вот, он подсохнет, да, немножко, я его сразу начинаю заглаживать. За счет того, что материал, вот я его нанес, да, помните, второй слой, таким, достаточно, по всей плоскости, да, поисправляем. Какие-то недочеты на подолочном слое. Поэтому я могу... Там пускай вас тоже не смущает, если там где-то реки, где-то чуть крупнее песочек, вот как здесь. Потом он, когда высохнет, мы его шпательком можем выливать, и убирать все-таки. Здесь не нужно пищевать. Надо, чтобы она рисовала. Если даже где-то и начнет рисовать, где-то вы потянете за собой материальчик, то, что здесь на помощь может прийти. Может опять-таки прийти еще раз взяли материал. И еще раз. Например, те места, которые там особенно, там вам. Недочеты, просчеты. Можно еще раз. Вот такая вот. Красота. Не описываем. Шедевр декоративного зодчества. Итак, к этому шедевру пошли один штрих на добавление. А именно, сделали материал еще пожиже. Видите, он такой еще. И еще раз. Изюмчиком. Добавляем. Может быть, где-то мы там какие-то пропустили. Может, царапинки. Может быть, где-то скол. Может, где-то не подмазали. Потому что когда она мокрая, там особо тоже не стоит там сильно над ним водить хороводы. Надо сделать основное. А уже вот такие детали там. Можно уже подойти и чуть попосле. Не нравится нам каких-то там. Мы лишних сделали. Все, мы еще этим заслоем можем тоже все это дело подтянуть и исправить. Я уже повторюсь, что только вы решаете ни кто другой. Насколько она, да, хороша. Насколько она отвечает вашим, пускай, мутным запросам. Вот. Мне, например, становиться тоже надоволен. Ну, где-то так. Я вам показывал на маленькой площади. Теперь покажу вам на большой стенке. надеюсь, что вы узнаете нечто новое для себя. И так, модельная масса, я уже говорил. Это наша авторская штукатурочка. Что здесь у нас? Здесь акриловая шпаклевочка финишная. Вот. Тут есть и эко-кристалл. Здесь же и бриз есть немножко. Ну, и наш кварц. Такой очень мелкий. Как говорится, фамильного карьера. Вместо, ну, то, что у вас будет в ваших магазинах. В ваших, так сказать, фамильных карьерах. Что можно использовать? Можно использовать песок, который для птичек. Дюна называется. То есть, в зоологических магазинах он продается, то есть, как подкормка, вот, или как подсыпка для декоративных птиц. Называется дюна. Там килограммовая пачка. Вот килограмма вам хватит на 10 килограмм. Если соотношение 1-10. То есть, смешиваете с акриловой шпаклевкой и получаете театрскую шпаклевку. Вот. А что касается... Ну, опять, коллировать можно любой цвет универсальными красителями. Дальше. Значит, вот Максим уже начал здесь такими пятаками делать. Вот это основная такая будет идея. То есть, мы размещаем цветовые пятна. По плоскости. Расход. Расход. Вот я посмотрю. В прошлый раз я не говорил, потому что я не уточнял расход. Тут получается где-то в расчете полтора килограмма на квадратный метр. Вот. Ну, здесь достаточно мелкий песок. Если будет у вас крупнее песок или речной, или авражный, который вы будете смешивать с акриловой шпаклевкой, готовой, которая в лёдрах, то у вас получится, может быть, два килограмма может идти. У нас доходило их до пяти килограмм. Вот. Вот. Поэтому попробуйте где-то на образце, посмотрите, какой будет расход, чтобы вы знали точно, исходя из вашей атерской штукатурки. В моём случае это полтора килограмма. Вот здесь стена где-то метров 15, вот я замешал 20, сколько получается, 15,8 это 23 килограмма. Вот она где-то 23 килограмма здесь присутствует в этом виде. Так. Конечно, тяжело говорить и делать, но... Попробуем. Вот. И опять-таки вытягиваем на толщину тех вещи, на которых у нас будет присутствовать в нашей авторской штукатурке. Можно попробовать, понятное дело, и без кварца, просто акриловой шпаклёвкой. Тоже как вариант. Можно попробовать и готовой, вернее, которая в мешках шпаклёвка. Тоже можно её изотворять, используя такую же технику. Можете воду добавить краситель и изотворять уже цветной водой. Можете в шпаклёвку. В этой технике позволяет вам это делать. В лагерийской штукатурке... Что здесь она? Это где-то, наверное, всё-таки... Наверное, в технике ТДЛАК, как марокканская штукатурка. Я уже вам показал, как мы делали ракушки. Травентин мы его делали. И... Что дальше? То есть мы их соединили между собой. Эти островки. Он немножко прихватился. То есть не берёт уже к рукам. И следующий слой мы делаем мароккешек ещё раз. Продолжаем. Технику марокканской штукатурочки. Наносим. То есть где-то, может быть, у нас были там, вот как здесь, например, такие полоски от кварцевого грунта. Вернее, от первого слоя подлогичного. То есть мы вот этим слоем его лихо перекрываем. Что отметить нужно? Я уже говорил прошлый раз и сейчас повторюсь. Зачем хороша... Ну или почему я решил вам показать эту штукатурку. Мы не делаем... То есть на первом слое... То есть обычно его перетягивают, да, мы его... Вот у нас стена. То есть можно опять-таки не без песчанин, да, стену. Уходить от этого... От этих таких сложных манипуляций там. Стартовой шпаклёвкой, финишной шпаклёвкой. То есть это можно сразу... Обои сняли. То есть грубые трещинки вы заделали. И потом... Можете опять-таки работать уже не подсосно, а просто штукатуркой. Я уже повторил, да. То есть это акриловая шпаклёвка и кварцевый песок. То есть тот же овражный, может быть, речной. Может быть, как я уже говорил, да, там в зоомагазинах есть пачечки, да, дюна. Для птиц декоративных. Для канареек. То есть это можно делать. Теперь смешивая с акриловой шпаклёвкой готовой. Делать 5 шпаклёвки. Штукатурки. Это соотношение. Начиная с 1 к 10. 1 к 7. 6 к 4. До 2. 7 к 9. Такая самая оптимальная варианта. Ну, это уже будет смотреть. Хотите больше кварца? Добавляйте соотношение. И в этом отношении здесь у меня где-то 1 к 3 будет, 1 к 4. Итак, возвращаемся к нашей берегистской штукатурке. Мы выходим на финишную прямую. Вот таким образом мы материал нанесли. И теперь что мы делаем? Делаем такой манёвр. По секретам старых мастеров. Вот марокканская. Помните там? Ну, если будет вам возможность, посмотрите. Теделлак материал. Они что делали? У них такой был камешек мраморный. Такой окатыш. И наполовину срезан. Ну, вот как скулак. И вот они брали вот такая. И на руку и полировали. Мы можем использовать наш шпатель. Швейцарский сок. И сделаем такой же. Такой же манёвр. Вот. А потом еще и подтянем. Вот. У нас площадочки ровненькие. На ощупь она тоже отдыхает. Достаточно приятная. Вот. Вот. Если мы тут обнаружили какие-то там недочёты, опять-таки тоже можем тут же по свеженькому его исправить. и исправить. Вот. То, что у нас получилось. Сейчас. Буду поставить поближе, чтобы рассмотрели эту красоту неописуемую. подсветку. Сейчас попробую сделать подсветочку. вот тут вот вот. То есть видно, да? То есть есть и царапинки есть. То есть... То есть мы, что у нас была задача там, там прованж, в стиле Provenge, как старый мастер, там не было никаких задач добиться какого-то Perfectum. Это у меня получился такой результат, он меня устраивал. Вот и будем делать патинку, открывать патинку. Сейчас еще проще ближе. Итак, по акриловой грунтоке я вам сказал, по линии цитатной, на основе клея ПВА. И второй момент. То, что я сказал, что она всегда под рукой, вы можете, это как констрирная грунтовка, можете регулировать там соотношение. Хотите больше пленочки, значит, делайте там 1 к 2, 1 к 3. Итак, по грунтовке я сказал, что важно перед, во-первых, и перед грунтовкой желательно пройтись штукатурочку с патерочком. То есть, если там какие-то остались там заусенцы, чтобы он перед лазурькой, да, может быть там какая-то песчинка. То есть, это нам вот эти все инородные тела, они нам не нужны будут только мешать, когда мы будем делать лазурь. То есть, она будет и прыгать и под шпателем, оставлять такие устики. Это один момент. То есть, прошли перед грунтовкой, шпателечком убрали, да, там на ощупь, чтобы она была не колюченькая, а гладенькая. И потом загрунтовали, и после грунтовки тоже можете, похоже, дежурный манер пройтись. Это что касается подготовки под лазурь. Ну и сама лазурь, сама лазурь или патина. Что здесь было? Здесь было обоиный клей и краска. Обоиный клей и краска где-то в соотношении... Ну, один к одному. Один к одному. То есть, это текуриловская гармония. Она была отколерована у хозяйки. Вот она планировала просто покрасить эту кухню. Ну и потом решила все-таки сделать декор. Ну, а цвет уже, краска была, поэтому мы по нашей штукатурочке проходим. Патиной, да, на основе этой краски, которая была в хозяйстве, текуриловской. То есть, там был вопрос, она вообще хотела ее покрасить? Ну, так сказать, я попросил, чтобы давайте я сначала сделаю вам патину, если вам не понравится, тогда вы сможете смело его закрасить уже. Это не представляет такой особой сложности. Ну, это по лазурьке. По патине. Видите, да, что мы начали ее сверху? Делаем ее по диагонали. На две шины и шпаты. Раз, два. Что здесь важно? Ну, следить, чтобы не получилось так, что где-то будет много патин, а где-то мало. Чтобы она в равномерно распределялась по всей плоскости. То есть, ложим с мокрого, да, на сухое. Патина здесь лишнее не нажима. Вот мы работаем металлическим шпателем. Что он еще дает? Он дает такой фокус, как полировка. То есть, по большому счету это, ну, будем так скажем, назовем Венеция. А это у нас получится, напоминает, да, мармарин. Вот последний слой вроде как венецианки. Только здесь мы его делаем с помощью краски, ну, с добавлением клея. Если мы взяли бы чистую краску, да, то мы не имеем такой возможности с ней так легко работать. Прихватывать гораздо бы быстрее, да, чем мы. А клей дает ей возможность вот этого вот маневра, да, чтобы она быстро не засыхает. Второй момент, когда мы добавляем клей, он остается в углублениях и потом высыхает, что мы не перекрываем наш рисунок. То есть, нашу фактуру, да, она считается очень здорово. Вот. Второй момент. Когда мне спрашивали там, мне спрашивают по поводу венецианки, как можно саму делать Венецию. Ну, вот самый верный способ. Это финишный, финишный слой, это будет краска. Обычная краска, которая после полировки не будет давать черноты. То есть, ищите у себя там, в строительных магазинах, в супермаркетах, вот именно ту краску, которую вот, нужно вот на финишный слой, да, на полировку, можно пользоваться обычной краской. Ну, а под низ можно давать, там, модельные массы, те же акриловые шпаклевки, финишные, да, калируя их. Можно добавить туда клей ПВА для крепости. 15 литров, на 15 килограмм можно там, полторушка, полтора литра дать клей ПВА и размешать. Сравнивать, да, там, взять эту поверхность, да, и уже готовую, после вот этой красочки, на тактильность это, конечно, поинтереснее, ну и гарантируем. Потом, что еще, патиной можете регулировать, прозрачность, тоже можно регулировать, то есть, можете хотеть, чтобы оно перекрывало больше, иначе добавили. Если у нас один к одному, то есть, я хотел, чтобы оно было перекрыто, ну, хорошо перекрывало. Вот, и вторым слоем мы попробуем, вернее, вторым слоем я делал уже пластиковым шпателем, чтобы это сказать, это, ну, не чернила, это может быть, да, будет дать черноту, даже ойкосовские, вот, а пластиковая четко не даст никакой черноты, вот, мы там делали стеночку противоположную, вот, уже там, все, абажур. Теперь, что еще? Здесь я планирую еще раз скрыть лазурькой, только уже пластиковым шпателем, чтобы смягчить, ну, это пожелание хозяйки, я, может быть, я стал бы в таком виде, ну, хозяйка хочет немножко, чтобы она была помягче. Сейчас я вам покажу поближе ему. Конечно, контра света нету. Еще ближе. Перемещаем, может быть, вот так. И, может быть, покажу вам ту стеночку. Да, здесь, может быть, она будет проярче. Какая она получилась. Вы ее видели, да? Сейчас я покажу вам, где она в этом. Уже шпателем я делал пластиковую. Пластиковую. Вот у нас такая плиточка здесь у меня. Это на той стенке еще и у нас. Вот такой скользящий сверху. Вместе с... Сейчас ее поставлю и рассмотрим его побольше. Здесь уже два слоя, да, лазурьки и патины. Последний слой мы делали уже пластиковым шпателем. Чтобы не чернили. Ну, и чтобы она стала помягче. Пластиковый шпатель так не снимает. Патин, как это делает металлический. Поэтому она получается более... более мягкий такой переход. Переход. Сейчас попробую здесь еще. Так, вот затем. Тоже здесь уже она помягче. Может быть, вверх. Тоже интересно, как потолок смотрится. Обнять повыше. Это показать. Так, скользящий свет сейчас попадет. И здесь тоже таким же образом. Повыше показать вам. Не будем потихоньку спускаться. Ну, подышается наша такая. Извери с первой, извери с первой, извери с первой, извери с первой, извери с первой. Так что, ребята, делайте с нами. Делайте как мы. Делайте лучше у нас. Когда мне задают вопрос по поводу материалов, в том плане, что... Ну, как будто бы я изобретаю велосипед. Говорят, что, мол, зачем... Ну, удивили. Обойный клей, да, с краской. Получаете, там, клеевую краску. То есть, зачем... Ну, как будто я себе усложняю, да, жизнь. То есть, неужели вы не можете себе позволить пойти на фирму, да, и купить материал, который, там, будет соответствовать вашим потребностям. Могу, могу пойти, могу купить, но все-таки предпочитаю сделать те материалы, которые будут близки мне. Чтобы у них были те свойства, да, те, которые необходимы для выполнения определенного задания. Да, вот как здесь было, определенная поставлена задача. Вот. И уже какими инструментами, какими материалами, какой технологией я буду это добиваться, это уже исходя из своего личного опыта. Вот. И когда, например, делаешь собственные материалы, это ты можешь регулировать, да, там, количество густоту, там, количество кварца, меньше штукатурки, авторской штукатурки этого песочка, больше. Та же самая с лазурьками. То есть, более она будет менее кроющая. Могу делать такие многоцветные вещи, да, вот, с помощью вот этих клеевых красок, авторских лазурей, авторских патин. Я могу, так как можно делать такие многоходовки, да, материал получается недорогой. Вот. И если, например, там, где-то там запятнило, да, я тут же развел еще клей, взял ту же краску, ту же колер, да, и сделал тут же, то есть, здесь же на месте. То есть, у меня такая небольшая, ну, мини-заводик, да, мини-такая мастерская, да, лаборатория такая. То есть, я могу на месте все эти вещи делать, и не теряя времени, да, там, ехать в салон, да, ждать, пока вам этот материал сделает, есть ли он в наличии, да, может быть, это нужно делать под заказ. Вот. От этого я ухожу, да, делаю все на месте. То, что с подручных материалов, да, которые, я надеюсь, есть в любом строительном магазине. Вот. И вы найдете их. И, конечно, по себестоимости, да, то есть, если, например, закладываю в этот квадратный метр где-то в районе там, ну, в среднем где-то около 160 гривен, то есть, работа с материалом, да, то одно дело, что я сделаю материал самостоятельно, да, это будет одна цена, и другая цена, если я поеду и куплю, да, этот материал в салоне или на фирме, да, с моими, там, скидками, там, 25-40% скидками, то есть, все равно мне выгоднее сделать самому этот материал. Вот. Ну, а уже, исходя из опыта, могу сказать, что это, ну, гораздо интересней, и гораздо выгодней. И даже если, например, я что-то и упустил, да, там, по количеству, да, там, материал, то я могу, опять-таки, не переживать, что это все есть у меня под рукой. И, например, там, сегодня сделал одну стенку, завтра сделал еще материал, да, и я привез этот же материал, то есть, то есть, дома у меня, например, там есть же это же, это же шпаклевка, это тот же кварцевый песок, да, там, вражный, или это будет речной, или это с вашей фамильной карьеры. Тут же, опять-таки, обойный клей, да, это тоже не такая большая редкость, даже водомаселная краска. То есть, все, что вам необходимо, это только, ну, настойчивость, да, там, терпение, ну, и небывалых вам творческих успехов. Спасибо. Спасибо.